пинчук как свой сукин сын для американцев скорее всего просто отойдет в сторону на деле же как и вся остальная украина они оказались в очереди на поток и разграбление но почему же один из наиболее влиятельных украинских олигархов попал как кур во щип чисто бизнес впрочем в данном случае не бабка а детка и не простой один из самых влиятельных людей в украине уже было бы только если бы он решил жениться на мужчине здравствуйте уважаемые зрители в эфире международная панорама и я даниил богатырев нашу первую новость хотелось бы озаглавить пословицей вот тебе бабка июре в день впрочем в данном случае не бабка а детка и не простой один из самых влиятельных людей в украине 5 марта сша ввели визовые санкции против украинского олигарха игоря коломойского об этом в своем заявлении сообщил госсекретарь соединенных штатов энтони блинкин цитата сегодня я объявляю о санкциях против олигарха и бывшего украинского государственного чиновника игоря коломойского за его причастность к серьезной коррупции в госдепе объяснили что будучи губернатором днепропетровской области с 2014 по 2015 год коломойский был причастен к коррупционным действиям подрывавшим верховенство права и веру украинской общественности в демократические институты и социальные процессы включая использование его политического влияния и официальной власти для личной выгоды хотя эти санкции основаны на действиях совершенных в период его пребывания в должности я также хочу выразить обеспокоенность постоянными усилиями коломойского которые продолжаются и сейчас по подрыву демократических процессов институтов в украине которые представляют серьезную угрозу ее будущему заявил блинкин стоит отметить что за несколько дней до введения ограничений на въезд в сша для игоря коломойского в британском издании financial times вышла статья под названием зеленский бросил вызов олигархам чтобы угодить байдену в ней игорь коломойский наряду с виктором медведчуком назван пророссийским олигархом как пишет financial times цитата 23 февраля национальное антикоррупционное бюро украины сообщила о подозрении трем бывшим высшим должностным лицам приватбанка это повысило надежды что в дальнейшем правительство зеленского может взяться за коломойского и его партнеров по информации издания подобные действия украинских властей также могут понравиться администрации байдена федеральная служба безопасности сша подозревает коломойского возможном отбывании средств приватбанка через коммерческую и промышленную собственность то же время financial times отмечает что в свое время сша ввели санкции против виктора медведчука за подрыв безопасности территориальной целостности и демократических институтов украины напомним что именно с такой формулировкой спустя пять дней после выхода процитированной публикации были введены американские санкции против игоря коломойского примечательное то что еще в конце февраля в кливленде штату гайо сша федеральный судья одобрил продажу бизнес-центра 55 public square который принадлежал компании optima ventures входящий в сферу интересов игоря коломойского при этом все 17 миллионов долларов полученные от сделки будут перечислены на счет федерального правительства ведь впоследствии суд может конфисковать эти средства в переводе с сухого юридического языка это означает что американцы уже начали конфисковать собственность коломойского на своей территории но почему же один из наиболее влиятельных украинских олигархов попал как кур во щип и почему это случилось именно сейчас ответ как нам представляется следует искать в основных интересах сша и транснациональных капиталистических кругов в отношении украины а состоят эти интересы в том чтобы присвоить все что еще может приносить прибыль в нашей стране и свести на нет любую политическую конкуренцию потенциально способную хоть как-то сопротивляться внешнему управлению именно с этой целью наши западные партнеры так активно продвигали принятие закона о рынке земли с этой же целью они ратуют за приватизацию всего что только можно и подчинение себе украинской судебной системы итогом этой политики должна стать украина занимающая в мировом разделении труда место поставщика непереработанных сельскохозяйственных продуктов и дешевой рабочей силы причем любые производящие и добывающие компании в ней должны принадлежать транснационалам казалось бы чего проще политическое влияние на украинское руководство у запада есть значит берите и реализуйте свой план хоть сейчас однако на пути у этой американской мечты стоят украинские олигархи свое время многие из них поддержали майдан и свержение виктора януковича рассчитывая стать новыми хозяевами страны и на какое-то время их ожидания оправдались пенчук коломойский ахметов порошенко и ряд других персон калибром поменьше с переменным успехом делили между собой власть в стране и хлебные места в экономике с 2014 по 2021 год но теперь для западных кредиторов украины они стали лишними зачем терпеть ферросплавные заводы коломойского и трубы пенчука если все это можно завозить из-за границы зачем терпеть производство электроэнергии на тесах метова если украину можно вынудить покупать ее дороже из европы и еще много всяких зачем вот и начали наши западные партнеры процесс деолигархизации в стране первым под раздачу попал наиболее нелояльный американцам виктор медведчук теперь вот взялись из околомойского пока осторожно взялись запретом на въезд в сша как бы намекая уходите из политики игорь валерьевич теперь это наше дело дальше вероятно наступит очередь других олигархов пенчук как свой сукин сын для американцев скорее всего просто отойдет в сторону уже около полугода в кулуарах распространяются слухи о его намерении уйти в чисто бизнес слив все политические активы ну а затем на очереди ахметов и да не думайте что деолигархизация затевается чтобы принести народу украины демократию ее цель заменить локальных олигархов на транснациональных типа сороса ротшильда фракфеллеров гейтсов и тому подобных когда отечественные эффективные менеджеры вроде коломойского и пенчука поддерживали майдан они ошибочно думали что белые господа примут их в свой клуб властителей мира на деле же как и вся остальная украина они оказались в очереди на поток и разграбление как это называли в древней руси о том почему наши заокеанские партнеры взялись за деолигархизации украины именно сейчас и почему начали ее именно с коломойского поговорим с директором украинского института политики русланом бортником здравствуйте руслан здрасте даниил чего ожидать дальше будут ли добивать коломойского что называется ну давайте сначала восстановим правильную хронологию для того чтобы наши зрители понимали что происходит действительно с 2008 по 2015 год коломойскому они коломойского не было американской визы и даже в то время когда он был губернатором днепропетровской области это время когда он фактически формировал добровольческие батальоны для войны донбассе у него не было визы сша потому что в 2008 году тоже за коммерческие дела там связанные с отмыванием денег с конкуренцией с американскими экономическими группами отдельных рынках вот не в отношении него были введена такая неформальная санкция как как отзыв визы после того как коломойский оставил пост губернатора днепропетровской области все помнят тот конфликт с петром порошенко посредником которым как раз выступил посол сша в украине это конфликты за укр нафты за захватом с автоматчиками с призывом к мустафьена ема пойти на кофе знаменитым мемом это вся эта история и посредником фактически выступил посол сша этой ситуации и скорее всего одним из элементов разрешения этой ситуации того что коломойский все же оставил свой пост а напомню что его сторонники тот же корбан кажется и угрожали едва ли не новым майданом и свержением петра порошенко на пике этого конфликта так вот с коломойскому открыли визу после того как он сдал этот пост и пошел на какое-то урегулирование и вот 2015 после это время он у него его семьи была виза в сша параллельно еще в этом режиме времени случилось два очень важных события сначала национализация приватбанка которую коломойский считал нарушением договоренности между ним и порошенко между ним порошенко и американскими элитами элитами соединенных штатов америки потому что в 2015 году когда он оставлял свой пост никакой речи о национализации приватбанка безусловно не шло и во вторых это победа зеленского на выборах президента а эта победа этой победой зеленский как считают на западе в сша во многим обязан коломойскому то есть отношения между коломойским и сша и обострились старые договоренности 2015 года аннулированы сша считает зеленского значительной мере ставленником коломойского и мне кажется что эти санкции которые ввели в отношении коломойского несмотря на свою такую мизерность только фактически это отзыв виз для него и его семьи они являются в большей мере тестом и проверкой зеленского то есть проверкой зависимости глубины зависимости зеленского от коломойского поскольку демократы считают что зеленский от коломойского зависим серьезно и вместе эта пара зеленский и коломойский победили свое время их партнера петра порошенко и виде вводя эти санкции хотя могли просто потребовать не знаю выдачи украины коломойского гражданина кипра например в этой ситуации или могли ввести намного более жесткие ограничения объявить в розыск заблокировать там все возможные невозможные активы но на но на это не пошли поскольку таким образом просто тестирует зеленского по слову изучают его реакции на на эти санкции в отношении коломойского и будут смотреть на то учтет ли украинская власть позицию сша по в отношении коломойского пойдет ли украинская власть дальше то есть будет ли возбуждены уголовные дела будут ли какие-то санкции в отношении активов коломойского то есть будет ли зеленский способен идти на конфрактацию с этой экс-группой приват но все-таки в некоторой степени вот то о чем вы говорите руслан это тактическая цель мне вот видится за этими санкциями против коломойского ранее за санкциями против медведчука возможно еще на кого-то последуют санкции вот мендель говорила про фирташа в своем недавнем интервью мне за этим видится какая-то вот стратегия транснационалов по ну деклассированию что ли украинских олигархов по лишению их как минимум влияния на политику и это же согласуется хорошо и с законом о рынке земли и судебной реформы которую они хотят провести и с многим другим как вы считаете вот есть такая стратегическая цель у наших западных партнеров да безусловно такая установка есть она эта установка держится еще действительно где-то с 2015 года на декапитализацию в социальном политическом и экономическом плане украинских олигархов но просто я так детально рассказал коломойском для того чтобы понимали что вы что стало спусковыми крючками сегодня именно по коломойскому но в целом американская стратегия в отношении украины лежит и в сфере полной диагрихизации и по результатам реализации этой стратегии украине не должно остаться остаться влиятельных экономические политические людей которые способны будут противостоять и противостоять интересам сша интересам западных партнеров здесь на эти схватки тнк транснациональных компаний а по большому счету все тнк это бывшие олигархи это такие апгрейд олигархов только западных олигархов должны победить тнк украинских олигархов не должно остаться в принципе вот если посмотреть на вопрос олигархов шире то мы видим что только суверенные модели или полусуверенные или не до конца десуверенизированные модели имеют своих национальных свой национальный большой крупный бизнес давайте назвать даже это олигархами не совсем правда не всегда правда то есть но те модели которые прошли полную там вестернизацию они не имеют своего крупного бизнеса в лучшем случае только средний роль крупного бизнеса в этих моделях играют и не транснациональной компании к в основном которые растут имеют корни в западной европе или сша но вот здесь возникает закономерный вопрос собственно кто следующий из украинских олигархов ну вот даже я недавно там в телеграм канале писал своем о том что говорили о пинчуке что он будет отстраняться от политики вскоре и уйдет в чисто бизнес вот но мы понимаем что самый влиятельный на сегодняшний день в украине олигарх это наверное ахметов и его вероятнее всего оставят на закуску в этом процессе де олигархизации вот кто может последовать за коломойским этим в этом процессе введения санкций и скажем деклассирования я думаю что сначала это все будет касаться тех того крупного бизнеса который и каломойский все структуры привата во вторую очередь это будет касаться тех скажем так того крупного бизнеса который является так же как и коломойский является точкой опоры для зеленского является антироссийским но не абсолютно против против анти западным но но прозападный в то же время и тут будет тут время может настать если нас и ахметова и многих других олигархов этого порядка но и в третью очередь безусловно для для пинчука место в украине не найдется эта часть украинского бизнеса она будет скажем так интегрирована в западные структуры на каких-то своих ролях зависимости от того о чем они смогут договориться но место в украине для них тоже не останется но это постепенный процесс а для порошенко руслан да это же место не останется в третью очередь это это как раз этот будет очень очень уже финальное финальное решение украинского экономического и политического вопроса за на западе тоже четко понимают что одновременно всех сковырнуть или там декапитализировать они не смогут потому что если они пойдут на одновременно на против всех играть в игру то украинские крупный бизнес традиционно ситуативно объединиться и просто сменит власть и более того будет способен как это уже было с порошенко или там с януковичем или с кучмой более того этот бизнес крупный способен вообще развернуть страну в ту сторону где гарантируются права возможности и влияние этих этого крупного бизнеса поэтому будут разбирать на запчасти постепенно на это не слой за слоем деталь за деталей вот эту конструкцию которая была сформирована при позднем кучме что ж спасибо вам за беседу руслан ну а в сша пресса как это обычно бывает раздуваясь вполне тривиального заявления государственного чиновника сенсационный информационный повод 3 марта во время выступления посвященного стратегическим приоритетом во внешней политике новой администрации сша госсекретарь энтони блин кин обозначил новые подходы соединенных штатов во внешней политической сфере и выделил ключевые геополитические вызовы для вашингтона важным нововведением администрации джо байдена станет по словам энтони блин кена отказ от силового насаждения демократии за рубежом и свержения авторитарных режимов путем военных интервенций цитата мы не будем продвигать демократию посредством дорогостоящих военных интервенций или попыток свержения авторитарных режимов силой мы использовали эту тактику в прошлом с какими бы благими намерениями они не были это не сработало плинкин заявил что благие намерения которыми руководствовались прежние американские администрации себя не оправдали привели к потере доверия американского народа и придали дурную славу демократии как таковой очевидно под этим подразумевались продолжающиеся конфликты в ираке афганистане ливии и других странах где после вторжения сша десятки лет длятся кровопролитные гражданские войны этот отрывок из речи госсекретаря сша мировые сми буквально затерли до дыр оставляя без внимания остальное ее содержание между тем в своем выступлении энтони блинкен затронул ряд других не менее важных тем в частности он в очередной раз подтвердил что китай в обозримом будущем останется основным геополитическим и экономическим конкурентом сша отметил госсекретарь и возврат американской внешней политики к тактике сбора союзников здесь имелись в виду в первую очередь страны евросоюза правда не обошлось без намеков на то что последние должны более активно вкладываться в общее дело продвижение защиты демократии цитата поэтому сейчас мы делаем большой рывок чтобы восстановить связь с нашими друзьями и союзниками и восстановить партнерские отношения которые были созданы много лет назад таким образом чтобы они соответствовали сегодняшним и завтрашним задачам мы четко заявляем что настоящее партнерство означает совместное несение бремени каждый вносит свой вклад а не только мы фактически это продолжение политики трампа призывавшего страны нато увеличивать расходы на оборону а фактически платить сша за их защиту небезынтересный фрагмент выступления блинкина в котором он говорит о намерении сша сохранять превосходство над другими странами в технологической сфере цитата глобальная техническая революция уже началась лидирующие страны мира соревнуются в разработке и внедрении таких новых технологий как искусственный интеллект и квантовые вычисления которые повлияют на все стороны нашей жизни на то откуда мы получаем электроэнергию как мы выполняем нашу работу и каким образом ведутся военные действия но мы знаем что новые технологии не всегда по определению приносят пользу и их пользователями не всегда движут благие намерения необходимо удостовериться в том что новые технологии обеспечивают защиту личных данных содействует созданию более безопасного и здорового мира а также способствует укреплению демократии то есть между строк читаем американские технологии хороши потому что они продвигают демократию и права человека а китайские российские иранские и так далее плохие вредны поскольку по определению ничего кроме тоталитаризма нести не могут по моему достаточно примитивный способ продвижения американской технологической продукции банальная и глупая пропаганда в духе анти джинсовой компании в ссср утверждавший что вместе с модными синими штанами граждане впитывают тлетворное влияние запада впрочем после ряда административных запретов наложенных в сша на компанию huawei только этого и следовало ожидать ну а возвращаясь к теме отхода от политики военных интервенций которая так взбудораживая мировые сми стоит отметить что речь шла именно об отказе от свержения режимов при помощи вооруженных сил по словам энтони блинкина отныне сша будут концентрировать свои усилия на подталкивании других к проведению ключевых по американскому мнению реформ борьбе с коррупцией и стимулированию демократических преобразований иными путями фактически американский госсекретарь обозначил что поддержка цветных революций работа с агентами влияния внутри других стран будет продолжена и вполне возможно активизирована после заявлений блинкина пресс-секретарь белого дома дженнифер псаки заявила что президент сша джозеф байден согласен с необходимостью обновить политику использования военной силы за рубежом цитата он согласен что полномочия на использование военной силы существуют уже 20 лет и давно пришло время их обновить при этом псаки подчеркнула что недавние удары в сирии распоряжение которых отдал байден были осуществлены легально с точки зрения американского законодательства ну то есть вы поняли это другое об адекватности восприятия ситуации джо байдена можно судить по забавному инциденту случившемуся 9 марта в этот день президент сша забыл имя министра обороны страны лойда остина стоявшего рядом с политиком об этом свидетельствуют кадры опубликованные зданием the sun цитата я также хочу поблагодарить всех бывшего генерала я продолжаю называть его генералом но это мой ну тот парень кто стоит во главе того ведомства ну в общем вы поняли в чьих руках сейчас находится право вершить политику одной из сильнейших держав мира с ядерной кнопкой в придачу о ключевых трендах внешней политики соединенных штатов поговорим с директором института стратегических исследований новая украина святославом денисенко здравствуйте святослав добрый день все мировые сми комментировали речь блинкина недавно а именно тут ее фрагмент где он говорил о том что соединенные штаты более не намерены менять режимы при помощи военных интервенций какие выводы вы для себя сделали из этого программного выступления ну давайте начнем вот первой части нашего вопроса тоже прокомментируем пассаж по поводу ненасильственной смены режимов или отказа от насильственной смены режимов вообще самом деле для государства которое является членом организации объединенных наций членом организации безопасности сотрудничества в европе которая подписала уставу оон заключительный акт хельсинского совещания безопасности и сотрудничества в европе где черным по белому собственно прописан тезис о том что все подписанты отказываются от применения силы или угрозы силы международных отношений для изменения для собственно изменения территории или там скажем посягательства не за политическую независимость государства поэтому принципе ну достаточно понятное заявление государства которое в общем является членом этих организаций тут все ясно вот но зная в общем то ситуацию в мире и историю международных отношений даже собственно начала 21 века мы видим что государство очень часто соединенные штаты в том числе отступает вот от этого принципа под разными так сказать поводами и предлогами да если я не ошибаюсь в 2009 году а барак обама получил нобелевскую премию мира стал лауреатом нобелевской премии а в 2011 была интервенция в ливии там сирия то есть да вот и соответственно зачем это было сделано вот это самый главный вопрос значит во первых отказ от превентивного скажем так применение силы международных отношениях это был один из базовых тезисов избирательной программы джо байдена вот соответственно поэтому сейчас то что заявляет но это запрос американского электро и не только американского да тут почему вот это стало собственно одним из базовых одним из базовых так сказать принципов тут тоже достаточно понятно первых америка устала от войн вот эти интервенции они ну не приводили к тем результатам которые провозглашались ожидались и о которых обещали гражданам поэтому соответственно американскому обществу всегда приятно слышать о том что собственно да америка больше не будет применять силу для смены режима кроме того значит вот одной из основных задач сегодня для сша байден собственно и его администрация об этом говорят это в общем сплотить союзников вокруг америки потому что с этим есть большие проблемы вот эти союзники начали мягкий дрейф в сторону китая или по крайней мере они пытаются эмансипироваться и европа там и союзники в юго-восточной азии то есть необходимо сплотить союзник сплотить союзников можно под лозунг ну пытаются под лозунгами ценностей да общих в этом смысле демократия уважение прав человека дипломатия как то есть мирное урегулирование споров как базовая там скажем история вот она может помочь америке реализовать эту концепцию да вот сплотить лагерь союзников ну кроме того для того чтобы сша вернуть или там укрепить свой статус сверхдержавы ей нужно определенным штатам нужно ну немножко подправить репутацию да вот поэтому вы же видите что во многих странах мира и европы сегодня репутация сша существенно покачнулась или там была подорвана определенными моментами да поэтому посыл о том что сша больше не будут вести скажем так политику интервенционализма это посол посыл и своему электорату и в общем-то обществом в странах союзников святослав а вот попро по поводу союзников как раз в догонку вопрос блинкин ведь тоже об этом говорил о том что нужно собирать союзников так сказать общим фронтом выступать в борьбе за демократию но вместе с тем он сказал что вкладываться в это должны не только одни соединенные штаты но также и союзники а это ведь в общем продолжение тезиса дональда трампа о том что страны нато должны больше тратиться на свою оборону в общем мы и с вами и говорили о том что есть некие объективные обстоятельства внутренние да и в общем-то они отражены в программных выступлениях членов администрации байдена и в первом программном большом документе это в начале марта 3 по моему если мне не изменяет память временное или промежуточное руководство по обеспечению национальной безопасности был выпущен такой документ вот он достаточно рациональный и указывает на то что америке можно вернуть лидерство в международных отношениях да двумя способом первое это консолидация объединения союзников а второе это собственно исправление внутренней ситуации обеспечение динамичного роста экономики решения внутренних социально-экономических проблем что получается вот нужно понимать что для сша сейчас очень сложно что-то союзникам предложить кроме общих ценностей если раньше это были инвестиции открытие рынков скажем оживление торговли то сегодня в общем то и политика трампа и отчасти политика байдена это в первую очередь помощь собственным американским компаниям это обеспечение их преимущественного доступа к государственным инвестициям то есть вот байден обещал значит инвестиционные проекты и за счет в инфраструктуру да возобновляемой энергетику но и к этим инвестициям в первую очередь в основном будут допущены именно американские компании то есть надо выстраивать отношения с союзниками но предложить с точки зрения вот так скажем торгово-экономической финансовой соединенным штатам есть мало что поэтому будем строить все на общих ценностях ну как сказать насколько это насколько удастся это сделать и и насколько у это позволит удержать союзников от заключения торгово-экономических соглашений с китаем от строительства тех же северных потоков ну посмотрим вот оно собственно или вот обособление как ту же британию в общем то да которая пытается играть сейчас так сказать свою внешнеполитическую игру и выстраивать свои там отношения с каждым из субъектов международных отношений да вот соответственно возвращаясь к теме не вмешательства да ну вооруженное вмешательство как мы уже понимаем оно дорогое оно часто приводит не к тем последствиям которые заявляются это подрывать и токсично для имиджа ну токсично да токсично для имиджа вот и самое главное ну смотрите на самом деле достаточно хорошо работают санкции под американскими санкциями десятки стран где-то серьезнее сильнее санкционный режим где-то нет учитывая что доллар до сих пор является мировой резервной валютой учитывая то что собственно рынки капиталов до сих пор находятся там скажем в соединенных штатах и странах союзников санкции серьезный инструмент давления а самое главное серьезный инструмент торможения развития тех региональных государств которые пытаются сегодня возвышаться и расширять свою зону политико-экономического влияния еще один интересный аспект выступления блинкина это как раз к вопросу о торможении развития это то что он сказал о технологическом превосходстве сша и необходимости его сохранения ну в принципе тезис понятный но вместе с тем он отметил что не все технологии одинаково полезны некоторые из них могут служить не установлению демократии а ее деструкции и вот такие технологии поддерживать не надо здесь очевидный намек на китай на хуавей и тому подобные вещи вероятно американцы будут продолжать давить их административными мерами ну вот смотрите да это ж в русле наших с вами размышлений да что имеется ввиду политика сша становится более идеологически доктринированной что позволяет им вот надо определить критерий да по которым будут строиться отношения с союзниками и с конкурентами да с соперниками соответственно она более идеологично асад через это клише да через это пресс через эту призму демократичности или нет будут рассматриваться политические режимы технологии компании инвестиции ну то есть вот это позволяет задать идеологическая определенность позволяет задать рамку через которую можно выстраивать отношения так сказать с другими государствами достаточно понятно это довольно прагматичная история да с точки зрения конкуренции ничего нового в этом смысле не сказано будет продолжение конкуренции с китаем вот на сколько острая она будет посмотрим вот но линия это заявлено и дальше заявлена линия на сдерживание россии линия на сдерживание россии позволяет в общем-то сша вернуться в европу и сплотить так сказать евроатлантическое евроатлантическое сообщество вот крайне мере это объяснение для для этих для такой политики ну вот получается что штаты будут возвращаться в европу с таким целым рядом запретов для своих союзников то есть технологии huawei нельзя что-то еще нельзя торгово-экономическое сотрудничество там с китаем или же с россией нельзя и вопрос в том насколько это воспримут европейские союзники уже почувствовав определенную вольницу при трампе да совершенно это сам один из самых главных вопросов совершенно верно я с вами совершенно согласен спрогнозировать реакцию европы ну можно она будет отстаивать дальше свои интересы скорее всего она не будет отказываться ни от северного потока же видите уже вторая администрация активно борется с этим проектом но страны заинтересованные в нем ну в первую очередь федеративная республика германия нет не отказываются пока преследуя так сказать собственный интерес вряд ли европа откажется от инвестиционного соглашения с китаем или по крайней мере будет сложно очень уговорить почему потому что это выход на огромный динамично растущий внутренний рынок китая который в общем-то сулит ну определенные для истощенной экономики европы это хорошая перспектива и в китае есть тенденция к демонстративному потреблению западных товаров это тоже ну смотрите да то есть на столетие кпк си цзиньпин заявил о том что китай сумел победить бедность действительно это так то есть средний чек в китайских городах растет доходы жители китая растут соответственно если удастся европейским компаниям договориться о вхождении на внутренний рынок китая в первую очередь ну конечно финансовую сферу почему это очень интересно потому что дальше будет стимулирование потребления стимулирование потребления предполагает упрощение доступа к кредитованию потребительском в первую очередь будут расти доходы будет расти объем потребительского кредитования в экономике объемом сколько 1 и 4 миллиарда человек прекрасный рынок да поэтому сша вот сложная задача вот видите мы говорили с вами о том что внутренний рынок в штатах все таки будет постепенно по чуть-чуть закрываться может не так скажем не так артикулированно как это делал трамп но преференции для национального капитала для национального производителя сша вот обязательно обеспечивать вот позиция администрации байдена по вакцинам она очень показательно то есть шай не будут экспортировать вакцины пока все американцы ли там значительная часть граждан сша не будут привиты обеспечены вакцины тем временем туманный альбион захлестнул очередной династический аристократический скандал с привкусом либерализма и блм 7 марта было опубликовано видеоинтервью принца гарри и его жены меган маркл известной американской ведущей опре уинфри интерес к их персонам вызвало то что в начале прошлого года гарри и меган были фактически изгнаны из королевской семьи за неподобающее поведение официально это было оформлено как отказ от исполнения обязанностей членов королевской семьи возвращаясь к интервью отметим что в нем меган поведала что во время пребывания во дворце чувствовала себя будто в плену сразу после свадебной церемонии у нее отобрали водительские права паспорт и банковские карты по словам меган она столкнулась с холодным отношением некоторых членов семьи эта холодность коснулась даже еще не родившегося тогда сына арчи ему отказались дать титул и охрану а кто-то из членов королевской семьи спрашивал насколько темным может быть цвет его кожи ведь меган мулатка все это привело к тому что меган чувствовала себя одиноко и и и даже начали посещать мысли о самоубийстве она рассказала об этом принцу гарри но его разговоры с семьей ни к чему не привели после этого пара приняла решение уехать ну это в изложении самой меган и ее мужа разумеется на деле же ситуация была несколько иной дело в том что младший внук королевы гарри всегда был белой вороной на фоне других членов венциносной семьи то в нацистской форме на вечеринку придет то еще в какой-нибудь скандал угодит даже служба в афганистане не смогла дисциплинировать принца невесту он выбрал себе под стать разведенная американская актриса еще и мулатка чтобы вы поняли степень позора и имиджевых проблем для королевской семьи хуже было бы только если бы он решил жениться на мужчине ввиду вышеизложенного королева сразу не взлюбила меган даже на фото со свадьбы состоявшийся в 2018 году это было заметно в дальнейшем по мере проявлений своей нравности меган и гарри осуждение их со стороны королевы и других членов монаршей семьи лишь усиливалось это в итоге и привело к изгнанию герцога и герцогини сасекских из дворца после чего они поселились в калифорнии в сша по сути претензий меган королевской семье высказанных в интервью опре уинфри надо сказать что большинство из них откровенно надуманы например она утверждает что ее сыну не дали титул герцога но по британскому династическому праву младшему правнуку короля или королевы этот титул и не полагается или вот история с правами по протоколу члены королевской семьи всегда ездят в машине с водителем зачем ей права в такой ситуации непонятно на демарш бывшего принца и его супруги королевская семья ответила прагматично и сдержанно 9 марта от имени королевы на сайте букингемского дворца появилось следующее заявление вся семья была расстроена когда узнала насколько сложными последние несколько лет были для гарри и меган поднятые вопросы особенно связанные с расой вызывают беспокойство хотя некоторые воспоминания могут разниться они принимаются со всей серьезностью и будут рассмотрены королевской семьей в частном порядке иными словами в британской королевской семье решили спустить ситуацию на тормозах назвав ее внутри семейным делом однако нам представляется что вся эта история имеет политический подтекст бывший принц и его супруга ведут подчеркнуто американский образ жизни стараются говорить и одеваться соответственно в общем всячески демонстрирует либеральное настроение подъем темы а якобы расизме королевской семьи из той же серии учитывая то что в британии в последние годы укрепились и стали проводить довольно независимую политику представители старых консервативных элит опоры которых является институт монархии можно предположить что новая американская администрация использует гарри и меган в качестве тарана против британской королевской семьи подрыв авторитета королевы в британском обществе означал бы снижение популярности консерваторов и их идей и как следствие возможный отказ от попыток восстановить старые зоны влияния британии на ближнем востоке и в других регионах которые лондон стал предпринимать после брекзита учитывая вышеизложенное можно заключить что скандал вокруг интервью гарри и меган это не очередная новость из разряда светской хроники а вполне серьезная информационная атака либеральных американских элит на консервативные британские а в мьянме где недавно произошел военный переворот протестуют против хунты 3 марта появились сообщения о том что в ходе силового разгона акций протеста в мьянме погибли 38 человек об этом на брифинге в нью-йорке заявила спецпосланник генерального секретаря по мьянме кристин шранер бургена по ее словам прошлая среда стала для этой страны самым кровавым днем за последний месяц с тех пор как военные захватили власть в целом с 1 февраля по данным оон в результате действий сил безопасности мьянмы погибло более 50 человек с момента захвата власти военными по всей мьянме продолжаются акции протеста для разгона которых согласно поступающим сообщениям национальные силы безопасности применяют в том числе смертоносное оружие кристина шранер бургена самым решительным образом осудила использование силовиками мьянмы чрезмерной силы отметив что это привело к гибели и ранениям людей по ее словам за последние дни в мьянме было арестовано 1200 человек многие семьи не могут узнать где содержат их родных введены также ограничения на пользование интернетом а вот британское агентство bbc на этой неделе опубликовала статью о том откуда военные мьянмы получают финансирование и к нашему удивлению речь идет не только о государственном бюджете как пишет издание военные мьянмы лидеры недавнего переворота финансируются за счет огромной части национального бюджета но вооруженные силы также получают огромные скрытые доходы от разросшиеся коммерческой деятельности военные мьянмы начали заниматься бизнесом после социалистического переворота не вина в 1962 году в течение многих лет военные батальоны должны были быть самодостаточными поощрялись их участие в местных акционерных обществах с целью получения прибыли для финансирования своих операций хотя эта практика была прекращена в 1990-х годах когда правительство начало приватизировать государственные предприятия были созданы два военных конгломерата обе организации мьянмы экономик корпорейшн мэг и мьянмы экономик холдинг с лимитед мэйч л с тех пор стали ключевым источником богатства для местных военных вкладывая средства во все от банковского дела и добычи полезных ископаемых до табака и туризма mi hl также управляет пенсионным фондом военнослужащих несколько военачальников и их семьи также имеют обширные деловые интересы и в прошлом подвергались санкциям так аунг пи сон с сын лидера переворота генерала мин аунг хлянь владеет несколькими компаниями в том числе пляжным курортом и контрольным пакетом акций национального оператора связи my tell полную степень этих деловых интересов трудно определить количественно но эксперты говорят что бизнес влияния военных остается значительным несмотря на недавние демократические реформы и переворот отчасти может быть попыткой защитить эти финансовые интересы с нашей точки зрения процитированная выше публикация bbc что называется копает в правильном направлении несмотря на то что многие эксперты пытались найти в недавнем перевороте в мьянме китайский или даже российский след нам представляется что основные его причины носили все же внутриполитический характер разумеется это не исключает того что великие державы и региональные государства вроде индии имеют в мьянме свои интересы однако мысль о том что местные военные решили прибрать государство к рукам после того как местные же либералы захотели лишить их бизнеса гораздо полнее объясняет происходящее чем различные теории заговоров а на этом наша передача подошла к концу с вами была международная панорама и я даниил богатырев до новых встреч на канале карте и и Продолжение следует...